Всем привет! Сегодня я познакомлю вас с дьявольскими антибиотиками, ожирением интеллекта и мышами из пробирки. Подробности далее. Ученые из Сиднейского университета сумели выделить из молока тасманийского дьявола белок, способный помочь побороть супербактерии, не поддающиеся даже мощным антибиотикам. Белок способен поглощать такие патогенные бактерии, как золотистый стафилококк и энтерококк, являющиеся возбудителями ряда опасных инфекций. Руководители научного проекта полагают, что дальнейшие исследования помогут вплотную приблизиться к созданию на основе найденного белка мощного антибиотического препарата, способного излечивать большинство опасных инфекционных заболеваний человека. Чем больше прибавляет человек вес, тем выше вероятность развития у него воспалений, в том числе и в тканях мозга, что связано с понижением уровня интеллекта. К такому выводу пришли ученые из Университета Аризона в Тусоне. Как показало исследование, наличие лишнего веса ассоциировалось с повышенной уязвимостью к воспалениям. Чем выше была масса участников опытов, тем больше его кровь содержала в себе молекул белка CRP, указывающего на наличие очагов системных воспалений. В свою очередь, концентрация CRP была связана со скоростью падения остроты ума добровольцев. Чем выше была доля этого белка в крови, тем быстрее падал их IQ. Соответственно, некая связь между ожирением и падением интеллекта действительно существует. Группа японских физиологов во главе с профессором Куцухико Хаяши сумели трансформировать взятые с хвоста мыши клетки кожи в незрелые стволовые клетки. Затем эти клетки стали яйцеклетками, способными к делению. Те из них, которые были жизнеспособны, подверглись успешному искусственному оплодотворению в пробирке и пересажены в матке мышей. В результате были получены здоровые мыши. Специалисты предупреждают, что применение этого метода на людях может столкнуться с рядом преград. Самыми значительными факторами выступают соображения этики и безопасности. Ведь метод, который применили японские исследователи, требовал взятия некоторого количества тканей у эмбрионов для поддержки искусственных яйцеклеток в процессе оплодотворения. Это были самые странные новости науки на сегодня. Пока!